В наши дни тиктокеры покоряют интернет, и конечно же было лишь делом времени дождаться, когда они начнут делать музыку. И они начали. Большая популярность лечет за собой большие деньги, и сегодня мы можем сказать, что тиктокеры довольно состоятельные люди. Не так давно и рэперы новой школы оказывались в новостях, где рассказывалось об их доходах. Так давайте же сравним, кто зарабатывает больше, рэперы или тиктокеры. С вами канал Бивая Би Пи Эм. Мы начинаем. Поехали! Из небольшого китайского приложения тикток стремительно разросся до мировой соцсети. Естественно, этот феномен не смог обойти Россию. Самый пик популярности тиктока в РФ пришелся на 2019 год. В сентябре 2019 года был открыт первый офис тиктока в Москве. В октябре 2019 года приложение занимало 8 место по скачиваниям среди российских приложений, а в феврале 2019 уже 4. С ростом популярности тиктока в России росло и число пользователей, сумевших заработать на нем. На чем сегодня зарабатывают тиктокеры? Реклама. Это основной способ дохода тиктокеров. Какие форматы доступны? Обзорный ролик. Прямая реклама товара. Товар в кадре без упоминания. Дуэт. Упоминание другого аккаунта с призывом подписаться. Партнерки. Вы приводите трафик на сайты партнеров. Донаты. Вы делитесь своим творчеством в тиктоке. Подпишите в благодарность, присылают донаты. Прямые эфиры. Другой способ получения донатов. Заработок на монетизации. Похоже, тикток все-таки собирается сделать официальную монетизацию. Правда, пока пилотный проект работает лишь в некоторых странах и доступен далеко не всем. Ну и последний способ заработка. Продвижение своих услуг. Начнем с примеров заработка тиктокеров. Дина Саева. Ее называют лицом российского тиктока. Во многом успеху способствовало то, что девушка влилась в социальную сеть в то время, когда там было мало русскоязычных блогеров. Что она снимает? Танцы, липсинки, социальные видео, незамысловатый контент для подростков. По оценке Форбса, ее доход составляет более 800 тысяч рублей в месяц. Девушка зарабатывает на рекламе известных брендов, таких как Sprite, Coca-Cola, Samsung, Dolce & Gabbana. По данным все того же Форбса, Дина заработала за 2019 год 5 миллионов рублей. Доходы тиктокерши можно сравнить с доходами Матранга, который в 2018 году заработал следующие деньги. При 10 концертах артист смог выручить больше 5 миллионов рублей 2 года назад. Еще около 2 миллионов исполнитель заработал на продаже копии и стриминга. «Медуза» вошла в топ-3 самых популярных песен по версии Яндекс.Музыки. Именно ее чаще всего просили включать Алису, голосовой помощник Яндекса. На волне популярности Матранг присоединился к лейблу Басты, Газгольдеру, отклонив десяток предложений от других лейблов и творческих объединений. Далее поговорим про Даню Милохина, который недавно записал песню вместе с Николаем Басковым. Он начал выкладывать видео в ТикТок в июле 2019 года, в возрасте 18 лет. Парня с необычной внешностью уже заметили на большой сцене. Милохина приглашают на ТВ, у него есть совместный трек с Тимати и Джиганом. Он снимает короткие танцы, сценки, липсинки. Недавно начал записывать свои треки. По данным Forbes, Даня зарабатывает более 1 миллиона рублей в месяц. Правда, кроме ТикТока доход ему приносит Инстаграм и Ютуб. Основную часть денег получает от рекламы. Примерный доход с рекламного видео от 3000 долларов до 6000 долларов. Но на момент начала своей карьеры он заработал 3 миллиона за 2019 год. Если брать музыкальные сцены, то тут примерно схожие доходы имеют участники группы Френдзона. Френдзона – продюсерский проект, придуманный не на лейбле, а во Вконтакте. Группа играет школьный поп-панк, пропитанный подростковыми грезами и запахом дешевого L&M. Треки музыканты посвящают темам, которые волнуют их аудиторию – школьников, отношения, алкоголь и наркотики – вещи, которые ассоциируются со взрослой жизнью. Первый альбом Френдзоны вышел в 2018 году, но за это время плейлист альбома «Флирт» на вписке набрал почти 3,7 миллиона прослушиваний. Зарабатывает группа не только на концерт. До 500 тысяч рублей приносит один корпоратив. Живые выступления составляют лишь половину от всей выручки. Еще около 30% группа зарабатывает на мерчи, оставшиеся 20% музыкантов вносят доходы от стриминга. В общем, где-то 3 миллиона рублей за год. Вчера Форбс составил первый рейтинг самых высокооплачиваемых тиктокеров в России. Проанализировав 50 профилей и доходов популярных русскоязычных пользователей, Форбс составил рейтинг зарабатывающих тикток-блогеров впервые. В него вошли 10 человек – Дина Саева, братья Верзакова, Даня Милохин и другие. Средний возраст блогеров – 20 лет. Основные статьи доходов – это реклама, продвижение музыкальных треков и проведение прямых эфиров. Несколько месяцев назад появился новый способ заработать на тиктоке. Приложение начало платить исполнителям за использование музыки. 22-летний Рахим Абрамов стал самым высокооплачиваемым тиктокером в России, согласно подсчетам Форбс. Сегодня у Абрамова почти 10 миллионов подписчиков в тиктоке, а на его песню Фэнди было записано более 3 миллионов видео. Это абсолютный рекорд в российском сегменте социальной сети. Абрамов – один из первых тиктокеров, кто начал зарабатывать на музыке. По данным Форбс, на своем дебютном треке он заработал около миллиона рублей. Рахим так рассказывает о своих заработках в своем интервью для GQ. В месяц я зарабатываю около миллиона рублей чистой прибылью. У меня много расходов, в частности я вкладываю в свое творчество. Плачу за студию, за квартиру, вкладываю в свою музыку, в свои видео. Ну и много уходит на еду и такси. В тикток меня зарегистрировала Дина Саева. Я начал осваивать эту платформу, закидывать туда уже свои существующие ролики. Полгода назад я снял свое первое видео именно для тиктока, и оно в итоге набрало 500 миллионов просмотров. Но в целом для меня тикток – это что-то такое более жизненное, по приколу, чтобы снимать что-то легкое, ненапряжное. Тут все делается по принципу, что хочешь, то и снимаешь, и это заходит. От 600-700 тысяч. Сейчас? Нет, сейчас уже я делаю только большие проекты. Я только делаю такие на контракт проекты, потому что... Ну и сравним заработки самого богатого тиктокера с самым богатым рэпером – Сморгенштерном. 2 июля музыкант и блогер рассказал о своих доходах за последний год. Вместе со своим другом и битмейкером Славой Мерло он принял участие в шоу канала Чо Кого. По правилам оба участвуют в гонке на автодроме, а потом проигравший рассказывает о своих доходах. Так вот. 56 тысяч долларов за год – монетизация канала на Ютубе. 25 миллионов рублей за полгода – доход от стримингов. 5 миллионов рублей – рекламная интеграция в клипе. 1,5 миллиона рублей – одна рекламная интеграция в видео. 500 тысяч рублей – один концерт. 12 миллионов рублей – реклама в видеопосте в Инстаграме. 700-800 тысяч рублей – реклама в Инстаграм-посте. 500 тысяч рублей реклама в сториз, 300-400 тысяч рублей в месяц продажи мерча. Таким образом набирается 81,5 миллион рублей, суммарный доход за последний год. Итак, самое интересное, сколько зарабатывает Слава Мерло? Слава, надо как-то рассказать с пруфами, не просто так. Давай, давай, все источники свои. Да, все-все. Эти деньги артист уже почти потратил, сейчас на его счету остается 12 миллионов рублей. Forbes сделали подсчет, за прошлый год полтора миллиона долларов заработал. «Получается, я – долларовый миллионер», – подытожил Элишер. Недавно в интернете всплыла информация, что Моргенштерн с одного розыгрыша машины мог заработать около 120 миллионов рублей. До Элишера самым богатым рэпером был Элджей. Выручка от концертов – далеко не единственный источник доходов Элджея. Ему удалось в 2018 году заключить контракт с большим лейблом. За работу с музыкантом Universal Music Russia заплатили аванс от 10 до 20 миллионов рублей. Лейбл не прогадал. Элджей вернул 50% вложенных в него денег меньше, чем за полгода, рассказал гендиректор компании Дмитрий Коннов. Еще около 60 миллионов рублей музыкант в том году заработал на корпоративах, утверждает близкий к нему источник. Правда, как минимум один из них – презентация аромата My Kind of Love от Killian – закончился скандалом. Продажи музыки принесли до 30 миллионов рублей. Рекламный контракт с Coca-Cola – еще несколько миллионов. Получается, что рэперы все еще намного богаче тиктокеров. Но ведь и тикток только начинают свой путь монетизации контента. Что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!